Кстати, раз говорили о книгах, почему бы не вспомнить фильм, а один мы уже назвали. Это «Расплата» с Беном Аффлеком. В той или иной степени к картинам, где затрагивается тема аутизма, относят всем известные «Жутко громко и запредельно близко», «Я, Сэм», «Меркурий в опасности», «Что гложет Гилберта Грейпа» с «Ди Каприя», «Меня зовут Кхан». Но, безусловно, самым популярным и самым известным из всего снятого в Голливуде и за его пределами считается «Человек-дождя». Дастин Хоффман в 1989 году за исполнение роли Реймонда получил второго в своей жизни «Оскара» и пятый «Золотой глобус». Но поначалу актеру было непросто, и он даже просил режиссера заменить его. Что интересно, заметьте, в списке нет русских фильмов, и нам есть еще чему поучиться, и мы учимся. Так, на конференции было несколько иностранных специалистов. Об их наработках прямо сейчас. В своем докладе сегодня я бы хотела рассказать, как учителя и руководство работают с детьми с расстройствами аутистического спектра. Доля аутистов в общей численности населения у нас составляет около 1%. Это 800 тысяч человек. Диагностика таких расстройств основывается на некоторых пунктах. Это особое мышление, способности и ограничения. Диагнозы в Германии ставят, базируясь на международной классификации болезней. Аутизм является предпосылкой к инвалидности. При этом степень инвалидности зависит от того, насколько сложно человек адаптируется в социуме. Образование и развитие детей с аутизмом – это новая область в нашей педагогической практике. Рекомендации по обучению таких ребят появились только в 2000 году. Учебники должны быть максимально включены в общую систему образования. При этом все задания и обязанности строго индивидуальны. Интеграция в общество происходит тоже для каждого по-своему. При этом аутизм не всегда является причиной инвалидности и, как следствие, особых потребностей в обучении. Все зависит от каждого конкретного случая. Дети и подростки с аутизмом посещают все типы школ. Очень важно, напомню, организовать для них индивидуальный подход. Поддержка таких детей включает разные формы и направления. Даже если ребенку не нужна особая программа, школа все равно должна обратиться к специалистам по аутистическому консультированию. Даже малейшее подозрение на заболевание должно быть проверено. Вот некоторые признаки. Дети и подростки могут быть гиперчувствительными к звукам, прикосновениям, визуальным эффектам. Они воспринимают все иначе. Числовые последовательности они могут воспринимать, например, как мелодия, а цвета ассоциировать с конкретными звуками. Часто ребята воспринимают только отдельные детали. Возникают проблемы с общением, детям сложно ориентироваться в новой ситуации, выполнять задачи. Шум и ограниченность школьного пространства — это большая проблема для учеников с аутизмом. Даже простая перестановка предметов может привести к перенапряжению. Ученики отключаются и не воспринимают важную информацию. Возникает агрессия и аутоагрессия. Нередко такое поведение кажется асоциальным. Для большинства ежедневные разговоры и общение — огромная проблема. Аутисты сложно воспринимают жесты, не умеют правильно распознавать эмоции. Мы стараемся объяснять все эти особенности нашим ученикам, чтобы не возникало ложных слухов и осуждения. Согласие заинтересованного лица при этом является обязательным. Повседневная школьная жизнь человека с аутизмом должна быть адаптирована для него. Для решения проблем с восприятием мы предлагаем наушники или шумозащиту, защиту зрения. Уменьшаем шум, корректируем источники света, открываем окна, зажигаем свечи. Иногда предлагаем собственную комнату для занятий или экзаменов. Индивидуальное рабочее место недалеко от класса. Педагоги ограждают ребенка от неконтролируемых ситуаций, таких как перемена. Форма выполнения заданий тоже подбирается индивидуально. Например, устная форма вместо письменной. Педагоги четко формулируют задания, избегая двусмысленных выражений, никогда не используют сослагательное наклонение. Вы можете работать сейчас вместо «не могли бы мы начать сейчас». Очень активно мы используем средства, поддерживающие коммуникацию. Карточки с изображениями, компьютеры. Правила поведения, последствия того или иного действия тоже визуализируются. Что касается социальной интеграции, важно никогда не принуждать ребенка к общению. Правила работы в группе тоже четко формулируются, вплоть до времени выступления. Даже помещение должно быть четко организовано. Визуальное разделение, перегородки, наличие изображений и четких линий на полу. Рабочее место должно быть постоянным, прочным и стабильным. При работе со школьными принадлежностями мы используем цветовое кодирование. Любое изменение может вызвать стресс. Причем в той же Германии утверждают, что научились лечить людей с аутизмом. Причем к каждому у них индивидуальный подход. Для начала человека обследуют, делают анализ активности мозга. Дальше у каждого появляется своя картина заболевания. Поэтому подход и длительность лечения разные. При этом врачи сразу делают оговорку. Достигнутое улучшение может варьироваться от пациента к пациенту, и на него влияет целый ряд факторов. Такие, как, например, физическое состояние или возраст. Ну что ж, продолжим слушать иностранцев. Я директор школы социального и эмоционального развития имени Эйнштейнов, в которой обучаются дети с инвалидностью, в том числе дети с расстройствами аутистического спектра. Мы занимаемся обучением детей с аутизмом и здоровых детей в совмещенных классах. При этом наши аутисты не могут учиться ни в обычных, ни в инклюзивных школах. Очень важный фактор – профессиональное образование наших педагогов. Все они имеют огромный опыт, при этом они постоянно учатся. Что мы для себя решили, очень важным является структурирование всего процесса для таких детей. Структурирование рабочего дня, структурирование заданий, в особенности визуализация всех происходящих процессов. Дети должны видеть четкую последовательность перед глазами, обязательно сопровождающие надписи картинка. Такая структуризация касается всех областей рабочего процесса, где, например, в классе можно есть, где отдохнуть. Все эти правила мы обсуждаем преподавательским составом. Они одинаковы в течение всего дня и всего года. Очень важным для нас является взаимодействие между педагогами и родителями. Родители не только должны приводить детей в школу, а в конце получить аттестат. Учителя созваниваются с родителями каждую неделю. А раз в два месяца мы подводим итоги нашей работы, чтобы понять, на что нам нужно особо обратить внимание. Участниками таких обсуждений являются также психологи, специалисты социального развития. Ведь обучение занимает не весь день для таких учеников. Дальше ребенок развивается дома. Нам важно это взаимодействие. Самое важное в моей школе является то, что такие дети имеют достаточно когнитивный уровень, чтобы пройти итоговую аттестацию. Это происходит. И это всегда в комбинации с фото и книгами. Хотя что ж мы с вами все о Германии до Германии. К примеру, Великобритания. Страна с одним из самых высоких уровней трудоустройства инвалидов. Там где-то около половины получается, 50 с лишним процентов. А вот для людей с аутизмом работы у них оказалось найти не так-то просто. Поэтому там в 2009 году был принят специальный закон, который бы регламентировал это. И сегодня уже 15% британцев с аутизмом трудоустроены. В Швейцарии еще в 1992 году открыли специализированную школу, где можно получить начальное, среднее и даже высшее образование. В Израиле разработали инновационную модель трудоустройства взрослых с аутизмом. Россия в этом плане только в начале Пуссии. Мосты налаживаем всеми способами. Молодец, еще одно слово напиши. Еще ручку потренируем. Он старательно выводит строчки каллиграфическим почеркам. Не каждый малыш пишет так красиво в первом классе. Мальчик сел за парту в 9 лет. Именно в этом возрасте дети с синдромом Дауна готовы учиться. Класс коррекционный, но школа обычная, серьезное достижение. Успехами сына мама Елена делится в соцсетях. Полгода назад она начала вести страничку в инстаграме от имени Глеба. Оказалась информация интересна другим родителям. Вот фото с последнего тюменского проекта «Школа для всех», когда дети с синдромом Дауна знакомятся и играют со здоровыми школьниками. Подписчиков пока немного, но за жизнью солнечного мальчика уже наблюдают люди из Сочи, Пскова, Владивостока, Москвы и даже других стран США и Японии. Мне написала девушка из Японии, она русская, но у нее муж японец. И вот так сложилось, у них первая дочка обычная, и второй ребенок, мальчик с синдромом Дауна. У нее пока сейчас тяжелая ситуация психологическая. Вот она ищет информацию, как люди вообще с этим управляются. И написала мне, посмотрев на Глеба, понаблюдав за ним, вот письмо. Мне, говорит, легче становится от этого. На днях президент Тюменской организации «Солнечный луч» Ольга Зыкова побывала в Москве на международной конференции, посвященной людям с лишней хромосомой. Более 300 участников из 60 городов. Впервые с докладом на сцену вышли сами солнечные люди. Да, у меня есть синдром Дауна, но это не главное во мне. Это только моя особенность. Прежде всего, я человек со своими мыслями, чувствами и желаниями. 20-летняя Флоренс приехала из Великобритании. Занимается плаванием, работает в кафе и ведет свою собственную колонку в газете. Мы попили чай вместе с Флоренс. Были очень поражены тем, что она абсолютно обычная девушка. И ничем не отличается, разве что немного внешне. Флоренс мечтает жить самостоятельно. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы наши дети выросли такими же, как она. Сегодня в Тюменской области свыше 200 детей с синдромом Дауна. Организаторы проекта «Школа для всех» надеются, что их поддержат и другие образовательные учреждения Тюменской области. В планах родителей сделать эту акцию постоянной, чтобы здоровые дети, подружившись с особыми, могли вступить в ряды волонтеров. Вера Баранова, Сергей Мякишев, Тюменское время. Вы знаете, кстати, предположительно, в той или иной форме аутизмом страдали такие известные люди, как Альберт Эйнштейн, Николай Гумилев, Валерий Брюсов, Джеймс Джойс, Дмитрий Шостакович, Карл Угустов Юнг, Сергей Прокофьев. Список большой. Но, наверное, самым известным сейчас в России все-таки является Антон Харитонов. Фильм «Антон тут рядом», пусть и документальный, один из первых в стране обратил внимание на проблемы аутизма. После его выхода в 2013 году режиссер картины «Аргус» открывает Центр помощи особым людям и называет его «Антон тут рядом». Тюменская область также реализует свои программы. О некоторых расскажет директор областного центра реабилитации инвалидов Екатерина Джевелик. В нашем областном центре реализуется проект, который называется «Я вырасту». Проект появился более полутора лет назад по инициативе в том числе и общественных организаций, что для нас действительно было, так скажем, большой находкой, потому что мы долго шли к системе определенной и выстраивали работу с детками с аутизмом. И по результатам взаимодействия с общественными организациями и по результатам посещения международных конференций мы для себя разработали определенную стратегию, программу, которая для нас была просто палочкой-выручалочкой. И мы смогли взять на коррекционные занятия 8 детей. Почему 8, объясню, потому что есть система маршрутизации, которая разработана у нас в регионе, ее курируют в здравоохранении. И в этой системе участвуют учреждения и здравоохранения, и образования, и отрасли социальной защиты. Наше учреждение является одним из данной системы. Восемь детей, которые в течение года работают с нашими специалистами. Три раза в неделю, порядка 90 минут, и плюс дополнительная еще физическая реабилитация, что является, по сути, неотъемлемой частью. Результаты мы уже почувствовали. Мы в этом году проводили в школу несколько детей. Для нас действительно это было очень трепетно, ожидаемо. Мы очень переживали и до сих пор сопровождаем наших деток. Систему сопровождения, мы поняли, что она действительно необходима, потому что когда мы плавно передаем ребенка в систему образования, мы готовы передавать тот информационный блок, который мы получили по результатам работы с семьей и с ребенком, который, в принципе, будет действительно очень актуальным подспорьем для сотрудников образования и для того классного руководителя, кому ребенок приходит 1 сентября. Оно поможет выстроить работу, выстроить систему взаимодействия, в принципе, облегчить получение академических каких-то знаний для ребенка, ну и помочь адаптироваться семье, потому что нередко семья испытывает определенные психологические трудности при переходе в образовательное учреждение. Поэтому мы провели огромную работу по дополнительному образованию данных специалистов. Наши специалисты были в Пскове, в Нижнем Новгороде, дополнительно посещали международные конференции, полностью собирали, анализировали всю информацию и выстраивали некую такую стратегию по профессиональному образованию наших педагогов. Это различные методики, технологии, в том числе и европейские. Мы проводим диагностику перед началом занятия. Диагностика проводится не только с ребенком, но и с семьей. Один из моментов, этапов диагностики – это работа непосредственно в семье, когда наш специалист выезжает именно на дом и проводит некий такой опрос и наблюдает за ребенком в домашних условиях. Мы дополнительно фиксируем видео. Это в дальнейшем помогает в работе и выстраивании программы, индивидуальной программы, я хочу заметить, для ребенка. Пользуясь в этом диагностике, мы выявляем те нарушения, которые сегодня присутствуют у ребенка, и таким образом выстраиваем свою программу. В течение года эта программа корректируется, потому что мы таким компенсационным способом смотрим, где мы можем восполнить тот или иной пробел. Методики разные используем, в том числе и методика похвалы, поощрения. Это общепринятые методики, которые используют специалисты. При этом мы понимаем, что готовя ребенка к школе, а у нас в программе участвуют детки от 5 до 8 лет, мы переводим ребенка от материальной похвалы, переводим к социальной похвале. То есть мы стараемся максимально адаптировать, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в образовательной среде, и мы понимаем, что, наверное, там сегодня не готовы будут так свободно воспринимать то, как привык себя ребенок вести в быту, дома. У себя в учреждении мы позволяем ребенку разгрузиться эмоционально, поэтому, когда детей передаем, мы педагогам тоже рекомендуем организовать зону психоэмоциональной разгрузки, что, в принципе, деткам с аутизмом всем необходимо. Социальная и образовательная адаптация важна для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы много сейчас говорим о доступной среде. Да, это государственная программа, принятая на федеральном уровне в ноябре 2008 года. Но, правда, эти 9 лет прошли с переменным успехом. Я бы не сказал, что среда стала совсем доступна. Правда, несомненные подвижки все-таки в этом есть. И главное, что это образование. Как-никак, но по Конституции мы все имеем на него право. Правда, раньше у особых людей с этим были проблемы. С каждым годом, и это очень хорошо, их все меньше. При помощи яркой мышки можно изменить жизнь слабовидящего человека внутри камеры, которая увеличивает текст. Такие аппараты появились в Западно-Сибирском колледже. Здесь один из приоритетов инклюзивное образование. А это слухоречевой тренажер соло. Позволяет даже тотально глухим учить песни за счет вибраций. Здесь еще есть такая замечательная особенность. Вот этот моторчик. Можете в руку его взять и попробовать. То есть я говорю в микрофон, а он вибрирует. Они считывают эту вибрацию очень хорошо. Ну, то есть и вот в совокупности информация, которая поступает от вибраций, читают с губ, они могут понимать. Здесь мы говорим тихо, в микрофон, и вибрация передается на вот этот моторчик. На специальное оборудование в 16-17 годах из бюджета получили 9 миллионов рублей. В последнее время, объясняет директор гостям из разных городов России, инклюзивному образованию уделяют особое внимание. Сейчас в системе СПО учатся 550 детей с ограничениями в здоровье и 210 инвалидов. И цифры растут. Сравнивая, мы провели мониторинг, и сравнивая цифры прошлого года и этого года, ровно в половину в системе СПО увеличилось количество инвалидов, принятых в учебные заведения. Видя, вот какое внимание уделяется инклюзивному образованию, многие ребята, молодежь потянулись. Директор объясняет, ребята поверили, что они пригодятся и обществу, и семье. И наверняка процент желающих изменить жизнь будет только расти. В Западно-Сибирском колледже главная социализация. Много адаптивных программ, затрагивающих спорт. На занятиях Даниил в роли преподавателя. Пока он на втором курсе, но в будущем станет тренером. Несмотря на нарушения в опорно-двигательной системе, работать будет с людьми, которые, как и он, имеют проблемы со здоровьем. Есть, возможно, большой шанс реализовать себя, развиваться физически и помогать другим людям. Каждый день тренировки, и просто жизнь летит, и ты сам развиваешься, параллельно с жизнью. И вот так вот и живем каждый день активно. Специалистов среднего звена направление физкультура готовят в регионе только здесь. База хорошая. Среди преподавателей – мастера спорта и кандидаты наук. Педагоги по адаптивной физической культуре, они на сегодня очень востребованы. Актуально это направление. И наш колледж на сегодня является единственным, кто готовит в регионе этих педагогов. Они могут работать во всех центрах специализированных. Они могут работать с детьми с ограниченными возможностями. Чтобы в среднее профессиональное звено активно приходила молодежь, подготовка начинается намного раньше. Во многих школах Тюмени есть классы для особых детей. Так в седьмой в этом году впервые набрали коррекционный класс. 14 ребят из разных районов города получают здесь образование по отдельной программе. Переподготовку прошли почти все преподаватели-предметники. Пока это пятый класс, но учеников планируют довести до выпускного. Принимают всех желающих. Марина Климович, Дмитрий Бурматов, Тюменское время. Кстати, 1 сентября вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработали его в Минобранауке. По словам чиновников, рассчитан он в первую очередь на начальную школу. По такому, как именно в этот период возможно максимально скорректировать нарушения в развитии. Есть хорошие шансы, что это нововведение улучшит сегодняшнюю статистику. Сейчас в стране только 20% школ реализуют инклюзивное обучение. Сделать это можно в том числе и благодаря одному из авторов стандарта, который в очередной раз приехал в Тюмень во время проведения этой самой международной конференции. Андрей Царев говорил о комплексной модели работы с особыми людьми. Такая есть в Пскове. Модель комплексного сопровождения должна быть, на мой взгляд, в каждом регионе своя принята. И она должна учитывать специфику региона, сложившиеся практики, которые имеются в отношении целевой группы, о которой мы сегодня говорим. Какие-то местные традиции, какие-то особенности, связанные с наличием материально-технической базы, системы образования, здравоохранения, социальной защиты и так далее. Чем раньше родитель приходит, обращается за помощью, тем лучше. Но не всегда родители приходят сами рано. И поэтому бывают случаи, что ребенок вдруг появляется, когда ему 5, 6, 10 лет, и спрашивают, а где же вы были раньше? Ну, мы дома сидели. Поэтому очень важно, во-первых, чтобы родители получали своевременную информацию. Как только обозначились какие-то проблемы или выявились, чтобы они могли, соответственно, сигнализировать об этом. Ну и в связи с этим мы сейчас вводим, например, в регионе обязательный скрининг на признаки расстройства аутистического спектра для всех детей в возрасте от полутора лет. То есть все дети от полутора до двух лет, когда они приходят к педиатру на прием, родители просто получают определенную анкету, на вопросы которой они отвечают. И анализ ответов, он дает картинку о том, что есть риски эти или нет. И если есть, то врач уже дает определенные контакты семье. Обратитесь туда-то, туда-то, потому что есть вероятность нарушения развития. Важно, чтобы специалисты ранней помощи передавали тех детей, которые у них есть, уже в систему образования, в детский сад, в дошкольное образование. Таким образом мы пытаемся выстраивать и у себя тоже. После детского сада, естественно, на основании заключения ПМПК, в определенной программе ребенок идет обучаться. Или же просто без ПМПК, но в школу, в обычную школу, если его развитие это позволяет. И в случае более тяжелых нарушений на ребенка разрабатывается специальная индивидуальная программа развития, и ребенок по ней обучается. И дальше, после выхода уже из школы, если он может получать какое-то профессиональное образование или обучение, он может поступить в колледж, например. Или же в случае тяжелых множественных нарушений развития, ребенок идет в специальные мастерские, у нас называется производственно-интеграционные мастерские, где обеспечивается дневная занятость этого человека, нетрудоустройство в полном смысле этого слова, но занятость, чтобы он не сидел в четырех стенах дома, а мог быть с другими вместе. И в то же время родители не будут прикованы к нему, не будут заниматься своей жизнью, ходить на работу, отдыхать. Человек будет днем находиться в этом учреждении, организации, а вечером приходить домой, возвращаться в семью. Ну и параллельно решаются вопросы по сопровождаемому проживанию, то есть это проживание уже без родителей, поскольку родители не вечные, и нужно как-то решать вопрос о том, чтобы человек мог жить не в стационарном учреждении, не в интернате, а также, как и все другие, в обычных условиях, тем более, что он уже привык к ним, он вырос в социуме, и помещать его потом в учреждении стационарного обслуживания будет неправильно, это шаг назад. Создаются условия, и частично они уже есть, когда человек живет в собственном жилом помещении, или арендуемом, или это его действительно собственность, или это в какой-то другой форме предоставленное жилье ему, и он получает услуги по сопровождению, то есть помощи столько, сколько необходимо, и самостоятельности столько, сколько возможно. В Пскове у нас есть две пятикомнатные квартиры, в которых живут по пять человек, всего десять, соответственно. Есть люди, которых мы сопровождаем в их собственном жилье, они живут, не нуждаются в такой частое, в постоянном сопровождении, а, скажем, несколько часов в неделю. К ним приходит социальный работник, помогает им рассчитать, например, средства для того, чтобы сходить в магазины и какие-то другие расходы сделать. Помогает проконтролировать, может быть, или подсказать, где что и как нужно сделать в плане бытовом, или где-то выполнить за них. Здесь очень важно, чтобы люди не просто получали услуги, которые выполнялись за них, а чтобы все выполнялось вместе с ними. Термин «аутизмус» был придуман швейцарским психиатром Эгеном Блейером в 1911 году. Современные значения он впервые обрел в 1938 году благодаря Гансу Аспергеру. В 1944 году он впервые описал это в книге. Еще в 70-х было непонятно, что является причиной заболевания. Пристальное внимание явлению начали уделять в нулевых. Очень хотелось бы надеяться, что прошедшая в Тюмень международная конференция, пусть и не претендует на великие открытия, но хотя бы поможет нашей стране стать еще ближе к решению данной проблемы. И помните, что доступная среда выражается в первую очередь не в пандусах или в шумовых дорожках, но и в нашем отношении к окружающим. Сделайте доступнее, в первую очередь, свое сердце. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова